Уважаемые дамы и господа, наш эфир продолжает встреча с Алексеем Орловым в программе «Моя Америка». Алексей, добрый день, здравствуйте. Добрый день, Толя. Добрый день, дорогие дамы и уважаемые господа. Ну, я понимаю, что у всех на умах то, чему мы стали свидетелями вчера вечером. Но тема будет несколько другая. О том, что было вчера вечером, мы поговорим уже после темы. Но сначала я назову с удовольствием спонсора программы «Моя Америка». Свою жизнь комфортнее. Маски, перчатки, санитайзер для рук, медицинское оборудование, Большой выбор ортопедической обуви для женщин и для мужчин. И еще много-много-много-много всего того, что поможет вам достойно противостоять болезням и радоваться каждому дню. Магазин «Лава Саплай» расположен по адресу 7564 Линкольн-Авеню-Вскоке, 7564. Приезжайте или позвоните по телефону 847-329-1238. И вы узнаете, как сделать заказ с доставкой на дом в 847-329-1238. Пользуйтесь услугами «Лава Саплай», дамы и господа. И будьте здоровы. Ну а теперь тема, дамы и господа. Назовем ее так. Исторические назначения Верховный суд от полуночных судей и Джона Маршалла до Эмми Конни Барретт. Ну я начну рассказ ситуации, которая может возникнуть в процессе утверждения Эмми Конни Барретт, члена Верховного суда. Не исключено, мы с вами знаем, что республиканцам не удастся провести голосование полного состава Сената по предложенной Дональдом Трампом к кандидатуре до 3 ноября дня выборов. А выборы закончатся, следует предположить, триумфом демократов. Джо Байден слепит Джо Попедит Трампа, и его однопартийцы сумеют отвоевать республиканцев в Сенат. Возможно такое? Конечно, возможно. Но Трамп остается в Белом доме до 20 января. Республиканцы владеют большинством мест в Сенате до 5 января. Это 5 января начнется новая сессия Конгресса. Таким образом, в распоряжении сенаторов и республиканцев останется 60 дней. С 4 ноября до 4 января, 60 дней, чтобы утвердить Эмми Конни Барретт членом Верховного Суда. Вопрос. Воспользуются ли такой возможностью? Ответ. Обязаны воспользоваться. История на их стороне. Давайте обратимся к истории. Дамы и господа, я сразу хочу, чтобы меня не упрекали в том, что я предполагаю пессимистический сценарий. Дескать, Байден проиграет, выиграет выборы, и республиканцы проиграют, к тому же еще и Сенат. Но и передача моя сегодняшняя построена о том, что такое может случиться. И если это случится, тем не менее, кандидатура Эмми Конни Барретт должна быть утверждена Сенатом. А вот теперь история. Нынешняя обстановка в стране подстать той, что была 220 лет назад, накануне выборов. В 1800 году президент Джон Адамс и Конгресс, обе палаты которого контролировали однопартийцы Адамса, федералисты, и они отбивались от цунами обвинений со стороны республиканцев, лидер которых Томас Джефферсон блокировался на пост президента. Адамс и федералисты потерпели поражение. Джефферсон был избран президентом. Его однопартийцы завоевали большинство мест в палате представителей и в Сенате. В то время инаугурация президента состоялась 4 марта. Не 20 мая, 4 марта. 20 мая, она стала состояться в 30-е годы прошлого века. Тогда была 4 марта. И тогда же открывалась сессия нового конгресса. То есть у Адамса оставалось еще достаточно времени быть президентом. И федералисты держали в своих руках бразды правления в законодательном органе власти. И вот потерпевшие поражение не желали терять время даром. 13 февраля 1801 года федералистский конгресс принял закон о судебной системе. То есть Конгресс принял закон о федералистах. Федералисты потерпели поражение на выборах, но оставались еще в Конгрессе. Этот закон сократил число судей в Верховном суде с 6 до 5. И этот закон внес изменения в отношении Верховного суда с федеральными апелляционными судами. Изменениями в судебной системе Адамс, президент, потерпевший поражение, он этими изменениями не ограничился. В оставшиеся до отставки дни потерпевший поражение президент продолжал назначать судей в федеральные окружные апелляционные суды. Сенат утверждал этих судей. Некоторых судей Адамс назначил в ночь с 3 на 4 марта. 4 марта он переставал быть президентом. И эти судьи вошли в историю как полуночные судьи. И в последние дни своего президентства Адамс совершил нечто, за что потомки, и мы с вами, должны благодарить его по сей день. Он назначил председателем Верховного суда Джона Маршала. Много лет спустя Адамс сказал, больше всего в жизни горжусь этим. То есть больше всего в жизни он гордился назначением председателем Верховного суда Джона Маршала, назначением, которое сделал после того, как проиграл президентские выборы. Вот что писал историк Дэвид Маккулок, принесший ему полисоверскую премию, биографии Джона Адамса. Кстати, по этой биографии Джона Адамса был сделан неплохой телевизионный фильм. Вот что писал Маккулок. Цитирую. Решение Джона Адамса о назначении Маршала было подстать его решению 25 годами ранее назначить Джорджа Вашингтона командующим континентальной армией. А вот мнение о Маршале историка Харлоу Ангера. Он написал фундаментальную биографию Маршала. Вот что Артер пишет. Маршал считал Верховный суд бастионом против тирании исполнительной и законодательной власти, то есть тирании Белого дома и Конгресса. И в противостоянии им он руководствовался Конституцией как главным оружием. Джон Маршал, дамы и господа, он родоначальник американской правовой системы и лучший в истории председатель Верховного суда. Он возглавлял Верховный суд до самой своей смерти, до 1835 года, с 1801 по 1835. Сегодня мы с вами не знали бы о существовании маршала-юриста. Он был до назначения председателя Верховного суда, он был конгрессменом и госсекретарем, но он прославился как председатель Верховного суда. Так вот, мы бы не знали о том, что он был юристом, если бы не решение проигравшего президентские выборы Адамса, и если бы Сенат не находился под контролем потерпевших поражения федералистов. Потому что заступившему 4 марта 1801 года на пост президента Джек Ферсону и в голову не могла бы прийти мысль о назначении федералиста Верховный суд. К тому времени, это 1800 год, 1801, в молодой республике Соединенных Штатах Америки, Америке исполнилось четверть века всего, молодая республика, к этому времени уже сформировалась двухпартийная система, вам об этом с вами не раз говорили, но я готов повторить. Федералисты и республиканцы, не надо путать этих республиканцев, возникшие гораздо позже республиканской партии. Итак, федералисты и джефферсоневские республиканцы были не меньшими врагами, чем нынче демократы и республиканцы. Газеты и журналы тех лет, других СМИ не существовало, естественно. Газеты и журналы были однопартийными от первой до последней страницы. Либо они были федералистскими, либо республиканскими. Второму мнению в газетах не было места. И когда проигравшие выборы Адамс и потерпевшие поражения федералисты заполняли судебные вакансии, газеты республиканцев не скупились, естественно, на критику. Однако никто из сторонников Джефферсона не обвинил Адамса в нарушении Конституции и узурпации власти. Никто не обвинял сенаторов-федералистов, которые одобрили назначение маршала председателя Верховного Суда. Никто их не обвинял в превращении демократической страны в авторитарную, то есть республику, в монархию. И легко объяснить, дамы и господа, почему не было таких обвинений. Победители знали. Победенные – это президент Адамс и федералисты, депутаты Конгресса. Они руководствуются Конституцией, существующими законами. И, конечно, руководствуются политикой. Знали и не сомневались. Не только Адамс и федералисты уйдут в отставку, как только. Джефферсон тут же займет пост президента. Бразды правления в Конгрессе перейдут к однопартийцам Джефферсона. И кое-что из того, что сотворили предшественники, будет отправлено в мусорную корзину. Это и произошло. В принятой федералистским Конгрессом законно-судебной системе были немедленно внесены изменения. В частности, число членов Верховного суда вернулось к первоначальному, к шести. Но новая власть не имела права удалить федералиста-маршала из Верховного суда и федералистов из федеральных судов. Потому что это были, согласно Конституции, бессрочные должности. Итак, Джефферсон у власти. В 1807 году он и контролируемый его однопартийцами Конгресс увеличивали число членов Верховного суда до семи. К этому времени маршал превратил высшую судебную инстанцию в действительную, а не теоретическую третью ветвь власти. Авторитет председателя Верховного суда маршала стал непререкаем. Только он излагал письменные решения по каждому делу. И дамы и господа, сегодня написанное маршалом изучается в юридических школах всех университетов. Спросите у любого знакомого вам юриста, у любого, кто такой Джон Маршалл, вы тут же получите ответ. Тут же его решения, изложенные письменно, изучаются до сих пор. И назначенцы Джефферсона Верховный суд, как только они становились членами Верховного суда, они тут же понимали, кто их босс. Их босс был Джон Маршалл. Точно так же понимали и назначенцы следующих президентов Джеймса Мэдисона, Джеймса Монро, Джона Куинси Адамса. Джон Маршалл испортил отношения с Эндрю Джексоном до того, как Джексон победил Адамса на выборах в 1828 году. И вот почему испортил. В избирательной кампании Маршалл активно ратовал за переизбрание на второй срок президента Адамса. Ведь отец этого президента назначил его председателем Верховного суда. И поддерживая Джона Куинси Адамса, Маршалл нажил себе врага в лице Эндрю Джексона. Маршалл оставался федералистом, хотя партия федералистов уже прекратила существование. Эндрю Джексон, он один из основателей современной демократической партии. И федералист Маршалл, они оказались по разную сторону баррикад в отношениях к коренному населению. Верховный суд был в решении нескольких судебных разбирательств на стороне индейцев. Администрация Джексона отказывалась выполнять эти решения. В 1835 году Маршалл скончался, и Джексон назначил на вакантное место Роджера Тейна. Роджер Тейнелл вошел в историю как один из худших председателей Верховного суда. В 1837 году Джексона сменил в Белом доме его вице-президент Мартин ван Бюрин. И в этот год, в 1937 году, Конгресс увеличил число Верховных судей с 7 до 9. И демократ ван Бюрин заполнил образовавшиеся вакансии однопартийцами. Вот что интересно. Второго судил Питера Дэниела ван Бюрин назначил после того, как в 1840 году потерпел поражение на президентских выборах от кандидата партии Вигов Уильяма Генри Гаррисона, но в оставшиеся до официальной отстатки время ван Бюрин выдвинул кандидатуру однопартийца в Верховный суд. В 1863 году Конгресс решил добавить в Верховный суд еще одно место, десятое. И Авраам Линкольн, очередной в истории президент-республиканец согласился с законодателями-однопартийцами. Три года спустя, в 1866-м, контролируемый Республиканскими Конгресс принял закон, согласно которому число Верховных судей сокращалось с десяти до семи. Республиканцы руководствовались исключительно политикой. И вот почему. После убийства Линкольна в апреле 1865-го года пост президента занял вице-президент демократ-южанин Эндрю Джонсон и началась война между президентом и Конгрессом. Республиканцы не сомневались, если в Верховном суде образуется вакансия, президент назначит демократа. Принятый республиканскими закон лишал Джонсона возможности заполнить возможные вакансии. Президент немедленно наложил вето на этот закон, однако республиканцы владели абсолютным большинством мандатов в обеих палатах Конгресса и им не составило труда опрокинуть вето. В 1868 году президентский выбор выиграл республиканец Улисс Грант. И в следующем году, в 1869, республиканский Конгресс принял закон о судебной системе, который в частности предусматривал увеличение числа Верховных судей с 7 до 9. И вот с тех пор, дамы и господа, с 1869 года, на протяжении полутора столетий, число судей в Верховном суде остается неизменным. 9. В течение всех этих лет политика всегда играла большую роль при назначении судей президентами. Президенты, демократы, республиканцы заполняли вакансии своими сторонниками. Хотя это известно, каждому суде, принимая решение, должны руководствоваться Конституцией и законами, не политикой. Бывало, разумеется, бывало неоднократно, когда суди действительно не руководствовались политикой и приводили тем самым в негодование политиков и президентов, и депутатов Конгресса. Ну, например, президент и республиканец Теодор Рузвель открыто выражал возмущение Верховным судом, потому что Верховный суд признавал антиконституционными вмешательства исполнительной и законодательной власти в экономику. Теодор Рузвель был не первым и не последним президентом, критиковавшим Верховный суд. Однако за минувшие полтора столетия только один президент решил прибрать Верховный суд к своим рукам. Мы с вами знаем, мы об этом говорили в 1937 году. Демократ Франклин Дилан Рузвель предпринял попытку расширить состав Верховного суда с 9 до 15. Но попытка провалилась, хотя мы с вами знаем, однопартийцы президента господствовали в обеих палатах Конгресса. Уже на нашей с вами памяти. В 2010 году Барак Обама критиковал Верховный суд, выступая на объединенной сессии Конгресса с докладом о положении страны. И вот в этот год, 2010-й, однопартийцы Обамы владели большинством мандатов и в Палате представителей, и в Сенате. У них была прекрасная возможность сделать то, что не удалось Рузвельту. И демократы вели разговоры о необходимости, о необходимости упаковать единомышленниками Верховный суд. Однако опросы общественного мнения свидетельствовали, большинство американцев в пропорции 2 к 1 против. против выступила публично Рут Бейдер-Гинсбург, которая еще до смерти, мы знаем с вами, стала легендарной среди либералов. Еще не ставший кандидатом в президенты, Джо Байден был против тоже. Но вот сегодня демократы не от крово не скрывают, что расширит состав Верховного суда, как только появится шанс. Шанс появится в случае победы на предстоящих выборах президентских и в Сенат. Вчера, во время дебатов, Крис Уоллес напрямую спросил господина Байдена, будет ли Байден выступать за расширение состава Верховного суда. Мистер Байден отказался отвечать на этот вопрос, а господин Крис Уоллес не заставил отвечать на этот вопрос. Итак, решение Трампа о немедленном заполнении Верховном суде вакансии, вызванной смертью Гинсбург, и решение республиканцев рассмотреть кандидатуру выдвиженца президента до выборов развязало демократы мезыки, они открыто заговорили о намерении изменить закон 1869 года о числе высших судей. В эти дни, в дни, предшествующие выборам, они продолжают обвинять Трампа и республиканцев в узурпации власти и в попытке похоронить демократическую систему. Джон Адамс не похоронил демократическую систему, назначив Джона Маршалла председателем Верховного суда после поражения на выборах. И демократическая система осталась в целости и сохранности, несмотря на то, что, потерпев поражение на выборах, Мартин Ван Бюрин назначил Верховный суд Питера Даниэла. Там руководствовался, как и его далекие предшественники, Конституцией, обязывающей президента заполнять вакансии в Верховном суде. Сенаторы-республиканцы руководствуются, как их далекие предшественники, Конституцией, дающие им право рассматривать кандидатуры президентов, одобрять или отвергать их. Если кандидатура Эми Кони Барр будет одобрена после выборов, которых победит Байден, и демократы получат большинство мест в Сенате, то так тому и быть. Это не нарушает ни Конституцию, ни законы. Джон Маршал, назначенный потерпевшими поражения федералистами, стал лучшим в истории председателем Верховного Суда. И перед тем, как, дамы и господа, передать микрофон рекламе, еще раз благодарю всех, кто присылает заказы на мою книжку «Тень проклятия Текумсе над Белым домом». И вчера я получил заказ на русское и на английское издание от одной из библиотек Чикаго. Я благодарю того, кто заказал эти книги. Ну, а теперь будет небольшой прерывной рекламы. Дамы и господа, не покидайте наше радио. Я вернусь к вам через несколько минут. Возвращаемся в программу Алексея Орлова «Моя Америка». Номер телефона в студии 847-400-5200. Все линии горят. Как всегда, начинаем принимать звонки. Добрый день, вы в эфире. Алло, здравствуйте, Анатолий. Здравствуйте, Алексей. Добрый день, здравствуйте. Алексей, вчерашние дебаты с Трампом напомнили мне ваши дебаты на Дэвиден Ради в программе «Карида», когда вы противостояли соперникам из кремлевских комсомольцев Юрием Якубашвили, Михаилом Басугашвили, Михаилом Треполовским, Леночевичем Немецкой. Когда вы так же как и в Трамп вчера немножко возмущались лжи ваших соперников. А теперь у меня вопрос. Вот в течение вот этих трех лет Трамп назначил двух членов Верховного суда. Как вы думаете, достойно ли они заменили в скале как консерватора вот такого настоящего, невгибаемого и вместе с тем, которая придерживается всех пунктов и параграф Конституции Соединенных Штатов? И второй вопрос. Вот вчерашние дебаты как-то прошли два против одного на одного Трампа и этот ведущий ввел передачу в сторону подмашку в сторону его соперника Байдена. Вот не было бы справедливо, если бы ввели вот эти дебаты двое. Один консерватор, допустим, и один пускай левый. 45 минут один и 45 минут второй. А то так получается, что в основном спрашивали у Трампа, а тот все время оправдывали Байдена. Спасибо. Окей, я начну с первого вопроса. Значит, вопрос как бы справедливый. Мил Горсыч и Брэд Кават, они соответствуют Скале. Вы знаете, трудно говорить, Горсыч всего в Верховном суде с меньше четырех лет, три с половиной года, второй еще меньше. Скаля, мы знаем, ведь на протяжении многих лет он был назначен Реганом, если мне не заменяет память, это 1986 или 1987 год, и пробыл в Верховном суде почти 40 лет, 35 с чем-то. Поэтому он накопил такой багаж решений, которые он принимал, столько написано, что сейчас сравнивать с ним кого-то из назначенцев Трампа просто-напросто трудно. Единственное, что мы можем сказать с вами, Трамп назначил двух человек, которые и сейчас назначил третью замечательную совершенно судью. Все трое они поддерживают, они придерживаются Конституции, они не считают, что нужно подгонять Конституцию под современность, они не считают, что в обязанности судей, в том числе верховных судей, входит принятие решений согласно Конституции, а не ведение из Верховного Суда законодательной деятельности, то, чем занимаются назначаемые демократами судьи. Поэтому все назначенные Трампом, люди, все трое, в том числе и Барретт, госпожа Барретт, они, с моей точки зрения, совершенно достойны представителей той категории судей, которые считают Конституцию документом, на который нужно ориентироваться. Это то, что касается этой троицы. Что касается вчерашних дебатов, я должен признаться, что они оставили у меня ужасный осадок, потому что и тот, и другой, и Трамп, и Байден, они позволяли себе с самого начала перебивать друг друга, что было ужасно совершенно. И причем это ужасно было, такие дебаты, так, как они вели дебаты, это не только позор для них, но это и в общем-то в какой-то степени, это мое мнение, это позор из страны, потому что один человек президент, второй претендует на то, чтобы стать президентом, может стать президентом, вели они себя, как два совершенно абсолютно невоспитанных человека, ну просто невоспитанных человека. Ну и конечно я считаю абсолютно не справился со своими обязанностями Крис Уоллес, он позволил им делать то, что они делали, он, у него была возможность, колоссальная возможность не позволять им делать то, что они делали, перебивать друг друга, более того, Крис Уоллес, я с вами согласен, это была игра как бы очень часто, не всегда, не все 90 минут, но часто двое против одного, ну например вопрос, Крис Уоллес задал Байдену вопрос по поводу так называемого закона о зеленой этой самой энергетике, что это будет стоить триллионы долларов, что будет похоронено в какой-то степени угольное, газовое и нефтяная промышленности, что будут потери рабочих мест, это был совершенно конкретный вопрос, на котором нужно Байден на этот вопрос не отвечал, не только на этот, кстати, но и на этот вопрос не отвечал, значит, ведущий должен прервать его и сказать, мистер Байден, я вам задал конкретный вопрос, отвечайте мне на этот вопрос, Байден на все вопросы отвечал то, что у него было написано на бумажках, ведь до того, как начались дебаты, было совершенно ясно, это Это печаталось, это было в средствах массовой информации, что будет затронут вопрос о коронавирусе, будет вопрос об экономике, будет затронут вопрос о защите окружающей среды. Это темы были известны. У него на все темы был заготовлен ответ, причем ответ всегда сводился к тому, все, что делает Трамп, это плохо, все, что я сделаю, хорошо. Никаких конкретных предложений. Ведущий был обязан вытягивать из него ответы на вопросы, которые он задавал. Поэтому, на мое мнение, более того, я себя ставлю на место волоса. Иметь дело с этими двумя людьми. Уже через 5, 6, 7, 8, через 10 минут стало ясно, что дебаты пошли не по той конве, по которой они должны были идти. Что следовало сделать? Следовало прервать дебаты и сказать, господа, господин президент, господин вице-президент, значит, есть правило. Каждому из вас дается определенное количество минут. Каждому из вас дается определенное количество минут на ответы. Вы должны, когда один говорит, другой молчать. Ни в коем случае вы не должны перебивать. Есть ли, есть ли, а так, мистер президент, обязываетесь ли вы не перебивать вице-президента Байдена? Пускай Трамп ответит. Мистер вице-президент, обязываетесь ли вы не перебивать президента Трампа? Тот ответил. Так, и так вы дали слово не перебивать. И мистер-президент, мистер вице-президент, если вы измените свое слово, и тут, я считаю, он должен был у Олиса обратиться в микрофон, в камеру сказать. Я немедленно прерву дебаты, потому что то, чем вы занимаетесь, на дебаты не похоже. Вы позорите и себя, и вы наносите вред не только себе, но и вы наносите вред всей многомиллионной телеаудитории. Он был обязан это сказать. Он выпустил вожжи из рук. То, что происходило, я должен сказать, мне было стыдно. Мне было стыдно, что эти два человека, два человека, один президент, а второй, тот, что может стать президентом, что они ведут себя так, как школьники, которые, между прочим, еще не трезвые, а еще что-то выпили, которые не в состоянии, так сказать, выслушивать партнера. Это была стыдуха, общенациональная стыдуха. Я не знаю, дамы и господа, есть ли, есть ли. Сегодня уже существует, я уже читал, уже слышал, все мы слышали, что следующие, кто будут дебаты проводить, они ведут какие-то правила, ограничения. Я скажу следующее. Я буду, конечно, смотреть следующие дебаты. Но, кстати, следующие будет Камала Харрис с вице-президентом. Президентские дебаты. Но если я увижу, что начнется то же самое, я выключу телевизор. Какой смысл? Смотри. Это два абсолютно невоспитанных, необразованных человека, которые не только не уважают друг друга, что вполне понятно, они не уважают всех нас. Это была общенациональная стыдуха. Это мое мнение. Да, спасибо большое за мнение. Сейчас мы... Так, не дождался человек. Ну, это окей, ничего страшного. Тогда мы... Ну, я позволю себе задать вам вопрос. В одном из комментариев, ну, вот, скажем так, политических обозревателей, я услышал такую вещь насчет того, как проходили дебаты, и насчет того, как Крис Волос, ну, вот, должен был бы себя вести по идее. Вопрос стоял, был поставлен так. Эти дебаты были не интервью Криса Волоса с президентом Трампом. И эти дебаты были не спор между Крисом Волосом и президентом Трампом. Народ хотел услышать двух человек, которые борются за место президента на этих выборах. То есть, наоборот, хотели, чтобы Крис Волос, задав вопрос, просто уходил вообще и не мешал этим двум людям выяснять, как говорится, отношения. То есть, там выяснялся вопрос не только в Палосе, но и кто более выносливый, кто более достойный в споре, кто более, скажем так, настойчивый, ну, осорлив, как они говорят. Вот как вы думаете, может быть, это бы было лучше... Этих двух людей оставить один на один, то мы бы вообще бы ничего не узнали. Потому что они способны только перебивать друг друга, мешать друг другу говорить. Это два абсолютно невоспитанных человека. Я абсолютно не оправдывал Криса Волоса. С моей точки зрения он не справился с тем, с тем он должен был справляться. Но эти два... Ребята, в историю вошли дебаты Линкольна и Дагглса. Никакого модерейтора не было. Эти люди спорили, у них было несколько дебатов, один на один, без бумажек, без всего. Эти дебаты вошли в историю, потому что это были образованные люди. Громадная аудитория, никаких микрофонов, естественно, никогда не было. Они спорили, у каждого были доводы, каждый давал другому высказаться. И вот я думаю, до чего мы опустились, опустились после спора Дагглса и Линкольна, это, дамы и господа, это 19 век, 50-е годы. Значит, за 170 лет мы имеем двух, двух людей, абсолютно невоспитанных, не уважающих друг друга, не уважающих нас с вами. То есть я так скажу, Толя, если бы была возможность иметь сегодня двух других, республиканца и демократа, я бы согласился. Потому что эти двое позорят свою страну. Опять-таки я не оправдываю Криса Оллеса. С моей точки зрения, во-первых, он не справился как модерейтор, во-вторых, он был на стороне Байдена, а не на стороне Трампа. Но эти двое, эти двое, этим двоим ничто не поможет, дамы и господа. Я думаю, какие они есть, такие они останутся. Просто, просто. Это ужас. Принимаем следующий звонок. Это было позорище. Принимаем следующий звонок. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте, Толя, Олег. Добрый день. Это Евгений. Добрый день. Я хочу вот что сказать. Многие как-то начали относиться к этим дебатам. Они хотели, чтобы они превратились в какую-то там научную конференцию. Вот Алексей, он опытнейший спортивный журналист. Он понимает, что это плей-офф. И Трамп, я был им недоволен, потому что он мало бил его. И его надо было бить слева и справа, чтобы даже рот открыть не мог. А хотя говорят, он поступал не как президент. А как президент должен поступать? Объясните мне, Алексей, что значит президент? Президент – это человек, который умеет выслушивать другого. Умеет. Более того, я скажу, президент, как и Байден, кстати, мог. Президент мог обратиться к Крису Оллосу. Крис, это дебаты между мною и мистером Байденом. Значит, сделайте все возможное, чтобы мне дали возможность отвечать на вопросы. И чтобы он меня не перебивал. Я обязуюсь его не перебивать. Значит, бить слева-справа – окей. Это хорошо в спорте. Хорошо. Здесь они могут бить… Стоп. Я сейчас приведу пример, дамы и господа. На какой степени Трамп был не подготовлен к дебатам. Про Байдена говорить, все говорить. Ему все было написано, он читал, что было написано. Он свою роль сыграл так, как она и должна была быть. Трамп знал, что будет задан вопрос в окружающей среде. И Крис Оллос задал ему конкретный вопрос. Вот есть ученые, которые считают, что то-то, 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 то-то. Трамп на этот вопрос не был готов. А ответ должен быть таким. Когда… Во-первых, Крис, климат на протяжении… Земля существует миллионы лет. И на протяжении миллионов лет климат на Земле меняется. Таким образом, говорить, что я будто бы считаю, что климат не меняется – это неправда. Номер один – климат меняется. Теперь, вы говорите, многие ученые считают, что на изменение климата влияет человек. Окей, Крис. Но есть многие ученые, которые этого не считают. В распоряжении Трампа и тех, кто помогал ему готовиться к передаче, есть сайт, который называется Google. Google, Google, достаточно зайти на Google и поинтересоваться именами ученых, которые считают, что человек не влияет на изменение климата. Таких ученых сотни. Среди них есть лауреаты Нобелевской премии, академики, профессора. Значит, готовясь к этому вопросу, Трамп должен был знать имена, по крайней мере, десяти человек, которые отрицают влияние человека на изменение климата. Трамп к этому вопросу готов не был. И начинается сразу Трамп. Вот говорят, что там пожары то-то, то-то, потому что там, понимаете, не убирают подлесок, поэтому там все горит. Это все частности. Это частности. Нужно бить по существу. Я пришел к выводу, после того, как Трамп не знал, как правильно ответить на этот вопрос, что он и его помощники-советники к дебатам были подготовлены плохо. Спасибо. Принимаем следующий звонок. Добрый день. Вы в эфире. Добрый день. Да, Юр. Будьте добры, как реакция ваше на поведение Линдси Грэма и задержку информации от прокурора Дёргхима? Спасибо. Спасибо. О каком поведении Грэма вы говорите? О том, юридический комитет обнародовал факты о том, как родственники Джо Байдена зарабатывали деньги. Не-не-не, там сегодня были слушания юридического комитета, коми был... А-а-а, окей, Толя, я тебе должен сказать, что я сегодня... Я знаю, что были слушания, что он допрашивал этого бывшего директора FBI по поводу того, что как ввели так называемое расследование русского дела. Я, Толя, у меня ответа на этот вопрос просто-напросто нету, потому что я был сегодня занят другими делами. А еще, дамы и господа, если вы думаете, что я провожу время у телевизора и смотрю все эти дебаты, вы ошибаетесь. Мне есть чем заниматься. Спасибо. Добрый день. Вы в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, а говорите, пожалуйста. Я вот, я звоню в Суладельфию, услышал Алексея. Я испытывал то же самое чувство, это бесстыдные дебаты, где я очень недоволен нашим президентом, хотя я всеми руками-ногами за то, что он делает. Это бесстыдство, это базар. Я себя ощущаю таким образом, что если бы я с кем-то спорил, я бы тоже перебивал, как мальчишка. Но я не государственный муж. Он должен был слушать, чтобы его противник выложил всю глупость, которую он за 47 лет накопил на государственной службе. Вот это было бы абсолютно правильно. Выслушать, как говорит Пушкин, дайте ему поговорить, чтобы глупость свою проявить. Вот, что я хотел сказать. Спасибо вам огромное. Спасибо. Несмотря ни на что, при всей моей уважении к моему президенту и ко всей его деятельности, я знаю, куда он ведет и что он хочет, он не спослан эту страну как-то остановить от разрушения. Но сейчас он был не на высоте. Все, всю ночь я чувствовал мерзость этих дебатов. Вот и все. Спасибо большое. Спасибо. Добрый день, вы в эфире. Еще раз здравствуйте. Вот никому не понравилось, как вел себя наш Трамп. Вот если, допустим, кто-нибудь из других, вот 16 кандидатов, республикантов, которые в 16-м году выступали против Хиллари, я думаю, что бы ни один из них вели бы себя так, как положено, вот культурно, ни один из них бы не выиграл бы ни Хиллари, и вот сегодня вот против Байдена никто бы не удержался бы. И вот эти три года, то, что прошли, уже четвертый год проходит, ни один из этих кандидатов не выдержит бы от того, что выдерживает сегодняшний наш Трамп-президент. Поэтому я думаю, что вот это поведение хамское, да, пусть будет хамское, и позволяет Трампу удержаться против такого натиска демократов. Спасибо. Спасибо вам большое за ваше мнение. Итак, Алексей остается ровным счетом две с половиной минутки. Прошу вас. Дамы господа, через неделю речь будет пойти о том, как Сенат обсуждает различных назначенцев, которых номинируют президенты на те или иные должности, в частности на должности члена Верховного Суда. Я вам скажу сразу, значит, никогда Конституция, нет Конституции, нет Закона, которые обязывали бы вообще Сенат обсуждать каких-то кандидатов, которых назначает президент. Я уже не говорю, что нет Конституции, ничего не записано, нет никаких Законов, которые обязывают, что перед тем, как Сенат будет обсуждать, будут обсуждать какие-то комитеты или подкомитеты. Скажем, юридический комитет обсуждает кандидатов в Верховный Суд, а после того юридического комитета голосования обсуждает весь Сенат. Это все придуманное, это все нетребуемое Конституцией, в Конституции ничего этого не записано. Это не требуется никакими законами. Поэтому я бы считал, что Митч МакКоннелл вообще не ошибся бы, если бы как только Трамп назначил госпожу Барретт кандидатом в Верховный Суд, он сказал, ребята, ровно через неделю весь состав Сената проводит голосование за или против. И это был бы поступок согласно Конституции. Согласно Конституции, не нарушая никаких Законов. Вот об этом у нас с вами речь пойдет ровно через неделю. Спасибо большое, Алексей. Как всегда, замечательный анализ. Поэтому будем ждать следующей встречи на следующей неделе. Оставайтесь в добром здравии и услышимся через неделю. Всего хорошего. Всего хорошего, дамы и господа. Будьте здоровы.